Для популяризации HBase, для того, чтобы многие люди начали с ним работать или разобрались в некоторых вещах, я сделал, собственно, такой воркшоп. О чем мы будем говорить сегодня? О, собственно, что такое патч HBase, зачем он был создан, какую модель данных проповедует HBase и, собственно, эта модель данных, с которой она придется работать, базовая крада операций в консоли, компоненты, из которых состоит HBase, и принципы дизайна схемы данных для HBase. В конце я покажу исходный код Java API, ну, собственно, пример исходного кода Java API. Это будет новый Java API, который, собственно, был представлен в HBase с версией 1.0. Кто-то использует HBase сейчас на практике? Так, всяк, а какую версию? Ну, из Клодеровской. Клодеровская, CDH5 или CDH4? CDH6. CDH6, круто. Окей, я думаю, что в любом случае это будет интересно многим людям и может сподвигнуть вас использовать HBase на практике. Что такое HBase? Это open-source проект, который построен на основе Apache Hadoop. Как вы знаете, Apache Hadoop — это распределенная система хранения и обработки данных. HBase — это новая SQL-база данных. Тут нет джойнов, к сожалению. Но при этом она распределенная и масштабируемая, причем из коробки, что намного прикольнее, чем вот Postgre, который нужно патчить и писать кучу скриптов. И она column-fail-ориентированная, то есть она проповедует column-family-oriented подход. Об этом я расскажу чуть позже. Собственно, как вы поняли, у нас одна распределенная база данных построена на основе распределенной файловой системы, что не может не радовать. Где она может использоваться? Я выделил три кейса, где она может использоваться. Первый — это time-series data, так называемая, то есть данные, которые поступают со временем на постой. Это данные сенсоров, это системные метрики, логи, события. Как пример, это запись user-activity на каком-то сервисе, то есть мы просто хотим записывать, анализировать данные, что делают пользователи. Характеризуется это большим объемом данных и большим количеством вставок. То есть мы, может быть, будем редко читать, но писать мы будем часто. Следующий кейс, который я, в принципе, очень часто реализовал на практике, это information exchange. Это может быть имейлы, чаты, входящие сообщения. Facebook использует HBase для своих сообщений. eBay использует HBase как хранилище данных, как каталог, поэтому это очень распространено. Характеризуется information exchange большим объемом данных и большим объемом как чтения, так и записи. Последняя категория — это enterprise application backend. Собственно, это то, что использует eBay. То есть это онлайн-каталог, это индексы, поисковые индексы, какие-то уже заранее подготовленные отображения. В любом случае, это большой объем данных и большой объем чтения. Так или иначе, но HBase имеет смысл использовать, как вы видите, только при большом объеме данных и большом объеме операции чтения или записи. Если объем данных не столь велик, то имеет смысл использовать революционную базу данных, она проще, надежнее и стандартный подход. Предлагаю начать с Data Model HBase. HBase проповедует следующие части моделей данных. Первая — это таблица. По аналогии с революционными базами данных у нас данные организованы в таблицу. Следующая — это row, ряд. То есть данные у нас хранятся в рядах. Ряд идентифицируется своим ключом. Эти ряды данных объединяются в так называемые регионы. Зачем, я расскажу чуть позже, но забегая наперед, я скажу, что это то, как HBase масштабируется. Объединяя данные в регионы, мы можем регионы распределить на несколько серверов. Следующее базовое понятие — это Column Family. Column Family — это часть таблицы, и она объединяет в себе данные по логическому признаку. После Column Family есть Column Qualifier или Колонка. Колонка — это второй ключ данных. То есть если мы хотим получить данные, мы должны указать ряд, Column Family и Колонку. Собственно, данные ячейки, cell, она хранит данные. И последнее — это очень прикольная и интересная штука HBase — это версии. Мы можем хранить в одной ячейке несколько версий данных. Это поначалу немножко смущает, но это удобный механизм. Собственно, ряды. Что важно знать о них? Они сортированы по лексикографическому порядке. Как пример такого порядка я представил здесь на слайде. То есть у нас идет сначала знаки плюс-минус, например, дальше цифры, черточки, подчеркивания, и дальше по алфавиту слова. Почему это важно знать? Потому что мы можем использовать это в наших запросах для их оптимизации. Регионы. Как я говорил, ряды данных можно объединить в регионы для того, чтобы их потом масштабировать и распределять на сервера отдельные. Как объединяются данные в регионы? Собственно, по порядку. Учитывая, что данные упорядочены по строкам, мы можем выделить некоторый объем строк как один регион, следующий после него объем строк как второй регион, и последний, третий объем строк, например, как третий регион. Дальше эти регионы могут быть как на одном сервере, так и на нескольких. Колумб-фэмили. Базовое понятие, как я уже говорил, HBase, она объединяет в себе колонки по логическому признаку. Основной признак, такой признак, это то, что эти данные нужны одновременно. То есть, если мы, например, хотим получить контакты пользователя, мы можем получить как отдельно мобайл и мэйл, скайп, но чаще всего мы их будем получать вместе. Если мы получаем эти данные вместе, их имеет смысл объединить в одну колумб-фэмили. В данном случае есть некая таблица, в которой есть две колумб-фэмили. Контакты и аккаунты. Контакты в себе содержат некоторые колонки, такие как мобильный телефон, мэйл, скайп. Аккаунты, например, счета людей в различных валютах. Что удобно? Удобно то, что колонки могут... Если колумб-фэмили мы определяем на этапе создания таблицы, то колонки могут быть динамическими, и если нам нужен новый тип контакта, мы ничего не меняем, мы просто вставляем его дополнительно. Как я уже говорил, это часть колумб-фэмили, часть определения таблиц в HBase. Физически колумб-фэмили представляют собой отдельные файлы на распределенной файловой системе HDFS. Это важно учитывать, почему я расскажу чуть позже. И дата объединяется по какому-то общему признаку. Колонки. Колонки динамические. Колонки являются под множеством колумб-фэмили. То есть в данном случае для того, чтобы получить колонку мобайл, мы должны сказать, что колумб-фэмили-контактс – колонка мобайл. Такая же колонка мобайл может быть другой колумб-фэмили. Поэтому как полный идентификатор колонки используется имя колумб-фэмили, двоеточие, название колонки. Ячейки. Ячейки хранят данные. Тут все просто. Данные хранятся в виде массива байт. Это открывает большие возможности в том плане, что мы можем записывать туда все, что хотим. Бинарные файлы, изображения, строки, символы. Это не имеет значения, поскольку мы работаем с массивом байт. Как получить доступ к конкретной ячейке? Для того, чтобы получить доступ к конкретной ячейке, нам нужно знать ключ. Ключ состоит из строки, колумб-фэмили, колонки и версии. Чем меньше значений мы указываем, тем больше данных мы возвращаемся. Если мы укажем только ряд, мы получим все колумб-фэмили, все колонки, все версии, которые есть в этом ряде данных. Если мы укажем, например, ряд колумб-фэмили и колонку, мы получим все версии, которые есть в этой ячейке. Версии, мне кажется, удобно представлять как своеобразные каталоги данных. То есть в данном случае есть одна колумб-фэмили с тремя колонками. При этом здесь, в этой колонке, есть три версии данных. Новая, старая и еще более старая. В этой колонке одна версия данных, в этой две. В некоторых хелмках вообще может не быть данных. Как версии определяются? По умолчанию это таймстэмп. То есть это значение long, таймстэмп. Но мы можем, как я покажу, использовать любое значение числовое для идентификации версии. Количество версий в колон-фэмили задается на этапе создания таблицы. При этом работает следующий алгоритм. Если мы вставляем еще одну версию, а у нас уже достигнуто максимальное количество версий в данной колонке, просто старая будет перезаписана. То есть идет такая rotation. С моделью данных это все. Я предлагаю теперь ее рассмотреть более подробно на примере крад операций, которые происходят в консоли. Для того, чтобы начать что-то делать, нам нужна таблица. Вот самый простой вариант создания таблицы с помощью команды create. Указываем имя таблицы. Указываем имя колон-фэмили. Можно указывать, можно не указывать количество версий. Единственное, что нужно помнить, что с HB с версией 0.98 количество версий по умолчанию равно 1. До версии 0.98 их было 3. Поэтому, если мы хотим одну версию, нам нужно было это оверрайдить, указывая явно. Я буду попутно демонстрировать в консоли. До 1024 версий, насколько я помню, есть ограничения. Но чем больше версий мы используем, тем у нас больше проседает перформанс. Соответственно, уже на сотнях версий колонки перформанс будет никудышней. И редко кто использует больше 10 версий. Я на этом остановлюсь отдельно в процессе доклада. Но перформанс чтения. В основном страдает перформанс чтения. Мы в консоли. Создаем таблицу. Мы создали таблицу с двумя колонн фэмили. Так как у меня аж бейс версии 1.0. Собственно, это вот здесь видно. Я могу рассчитывать на то, что в каждой из них по одной версии будет максимальное количество. И можно начать вставлять данные. Как происходит вставка данных? С помощью команды put. Есть две версии этой команды. Обычная, скажем так, простая, самая распространенная. И с указанием версии. Что нам нужно указать? Нам нужно указать имя таблицы, куда вставляются данные. Нам нужно указать строку row. Идентификатор. Нам нужно указать ячейку. Ячейка указывается, как я говорил, полным именем. Колонн фэмили, двоеточие, имя ячейки. И вставить данные. Дополнительно мы можем указать версию. Это также будет работать. Но если у нас используется одна версия, то, соответственно, в этом нет смысла, поскольку у нас всегда одна версия. И нет смысла ее указывать дополнительно. Разве что мы хотим опираться потом на эти данные для каких-то наших расчетов. Я вставлю еще несколько строк. Ничего не вернулось. Если бы у нас был какой-то возврат данных, тогда было бы не zero rows. А так, получается, мы вставляем данные. Нет у нас никакого результирующего ответа. Поэтому ноль. У нас колонки динамичные. То есть мы можем доверить колонки вставлять в этом схеме. Да. Единственное, что не динамическое, это колонн фэмили. Мы их определяем, как я показал, на этапе создания таблицы. Но колонки мы вполне можем сейчас добавить какой-нибудь слэк. И все будет окей. Версия получается на колонн фэмили, да? Да. Версия задается в рамках колонн фэмили. У нас может быть одна колонн фэмили с максимальным количеством версии 1, другая с версией 3. То есть в одной мы будем хранить только одну версию ячейки данных, в другой колонн фэмили мы можем хранить 3 версии. А внутри колонн фэмили разные слабцы имеют разные колонн фэмили? Нет, нет. Это только характеристика колонн фэмили. Вообще, как я покажу в процессе, все основные характеристики, они на колонн фэмили вешаются. Даже не на таблицу, а на колонн фэмили. Колонн фэмили удобно рассматривать как такие отдельные под таблицы в нашей общей таблице данных. Окей, я вставил несколько данных. Можно только серию одразу запомнить, или чуть-чуть в одну? Чтобы атомарную версию, а не только были в апдейте. Что касается атомарности. Апдейт и вставка атомарные в рамках строки. То есть, если я, например, буду вставлять с ключом A несколько строк, каждый апдейт будет атомарный. Что касается нескольких колонок, в консоли нет. По крайней мере, я этого никогда не делал и не видел, чтобы так можно было сделать. Через Java API да. Через Java API я покажу, как это делать. Есть какая-то бач-кавариата, допустим, бач-фдейт, бач-энсэн? Java API есть. А, в консоли? В консоли нет, к сожалению, я не видел, ну, не знаю такой, если честно. То есть, получается, Java API это просто обвертка какого-то фора с каждой кавырёй? То есть, так получается? Нет, сам API Java, он не является оберткой над кавырёй. Он работает через RPC, Remote Procedure Call. Он пакует эти данные в бач, отправляет их на регион сервер, и там это все обрабатывается. Консоль в данном случае это просто поиграться, чтобы... Ну, она не является основным инструментом, скажем так, работы с HB. Мы не можем через консоль вставить... Ну, можем, но нам надо скрипт написать просто. Если мы напишем скрипт, мы можем вставить там тысячу данных, тысячу строк. Но, в целом, она служит для такой, как бы, создать, посмотреть, попробовать. И, в целом, вся работа идёт через API. Мало скрипта спикладає з мовою консоли, чи в скрипті іншом мало? А тут в консоли просто команда, где нужно... Скрипт может быть написан на чём угодно, Python, Bash, всё, что угодно. Но эта консоль, она написана, насколько я помню, на Python, а там, как бэкэнд, крутится Java. Тобто, Python — это только, я не знаю, ввод команды и интерпретация. Не, но, наверное, не такую стандартную скрипту, например, для него мы пишем SQL скрипты с решением SQL, и мы используем мову SQL. Для него есть такой стандартный синтез. Ні, на жаль, цього немає, є лише отака консоль, і ми можемо створювати свої якісь кастомні скрипти, які б нам, я не знаю, що вони можуть робити, наприклад, перевіряти якусь таблицю, але це буде запит в Bash скрипті, який буде просто надсилатися до консолі, забиратися відповіді, і все. Якоїсь такої спеціальної мови тут, на жаль, немає. Ну, є, Java. Хайв, можна повесить сверх ажбейса Хайв? Значить, можна іскрі писати? Можна писати SQL, більше того, можна повесити і імпалу, щоб писати SQL ще круче. Я можу об цьому розповідати в конце, якщо вам интересно, тому що я робив такі експерименти, я дуже хотів имати SQL в один момент над ажбейсом. Я можу розповідати, чим це закінчилось. Що, хорошо чи плохо, але апдейта нет. Ми просто переписуємо з тим же ключом строку, і таким образом можем апдейтить данные. А віку на апдейті? Или колонку. В любом случае, якщо ми делаємо вставку з тим же ключом строкі, з той же колонкой і той же версією, ми апдейтим вже конкретне значення. Якщо ми меняємо версію, чи що-то меняємо названня колонки, ми якби добавляємо ще одні данные. Чтення. С чтением на самом деле все просто, є всього два варианта, як вычитати данные. Гет і скан. В чем їх принципіальне отличие? Гет ми читаємо завжди по ключу строкі. Т.е. ми говоримо, що ми хотим конкретно із таблиця «Юзер аккаунт» выбрать «Юзера 3455». Ми можем сказати, що ми хотим із таблиця «Юзер аккаунт» выбрать «Юзера 3455» і конкретно його мобильний телефон. Ми також можем указати версію. Якщо у нас більше, ніж одна версія, ми можем сказати, що ми хотим, наприклад, версію именно вот с таким значенням. Скан. Если гет ми работаємо четко по ключу, по сути, як в хешмапі, то скан ми йдем по всему пространству данних і пытаємося выбрать по якому-то признаку нас интересующее. Есть, как бы, команда скан, она більш сложна, чем гет, на ній є дуже багато наворотів, але їх удобно осмотреться з точки зрення апі, а не через консоль, тому що через консоль вони выглядят ужасно. Саме распространенне, що використовується в консолі, і ми хочемо выбирати тільки пользователі, у котрих ім'я починається на А, Б і С, то нам імеє смысл ограничити цей об'єм данних. Таким образом, ми можем сократити время скана. Ні, можна сказати скану, що ми хочемо робити його, що ми хочемо отримати результати скана не всі, а тільки якісь колонки. Тобто ми можемо вказати додатково колонки. А порядок сортування якось можна вказувати? Тільки лексикографічний. Ну, а от тебе від поспадання, позаристання? Ні, на жаль, ні. Тобто треба враховувати, що в нас дані будуть завжди в лексикографічному порядку. І якщо ми дуже часто хочемо мати дані якось по-іншому відсортовані, то треба так формувати оцей ключ, ключ рядка, щоб він відтворював наш порядок сортування, але лексикографічно. Це може звучати доволі складно, але ми, наприклад, можемо що зробити? Ми можемо сказати, що в нас є якесь ID, і ми хочемо мати ці ID у порядку зростання завжди. Ми можемо зробити перший ключ не просто 0, а 10 нулів. Тоді наступний буде 9 нулів 1, 9 нулів 2. І таким чином ми будемо працювати в лексикографічному порядку, але мати той порядок даних, який нам потрібен. А він з кров кидає щось для генерації ключа, чи це? Ні, генерація ключа – це повністю на користувачі. І я на цьому зупинюся, в общем, віддельно я зупинюся. Чому? Потому що це дуже важливо в точці зрення проектировання данних. Вот. Ключ влияє на многие параметри. Вона реально крутая, в тому плані, що у нас є счетчики. Ми можемо їх накручувати, не заморачиватися по поводу атомарності. Це все разруливається аж бейсом. Пример самой простой команди get. Указали, получили результат. Уже у нас, как видно, є одна строка. Есть колонка, одна mobile. Ее версія timestamp. І значення, собственно, телефон. Меняємо ключ, укажем колонку. Тоже работает. І попробуємо скан. Скан, як видно, вернёт нам три строки і те значення, які у нас є. Попробуємо скан ограничить аккаунт. Указав старт роу. Ам. Стоп роу. Наверное, в основному це розпространено. Тоже саме в SQL. Первый включає. Последний, exclude, не включається в выборку. Соответственно, такая команда нам даёт только один столбик А. Він як префікс працює. Тобто це є префіксом, і ми можемо вказати його як початок тільки. Удалять данные. Удалять данные. Тоже є дві команди. Обичний Delay. Долейт, коли ми хочемо удалити именно какое-то значення. Не всю строку, а только значення. Причём, если ми можем указати версию і не указати версию. Якщо ми не указуємо версию, ми удаляємо просто все значення данной ячейки. Якщо ми указуємо версию, ми можем удалити только определённу версию. Делейт Ол – це удалення всей строки. Раньше её не було. До версії 0.92, если не ошибаюсь, Делейт Ол не було. І приходилось ручками удалять все колонки, если нам сильно хотелось. І через API можно було удалити строку. Подскажіть, будь ласка, а типизація данных какая? Масивы байт все. Т.е. типизації как таковой нет. Это бинарные данные. І даже ключ – это тоже бинарные данные. Просто я использую здесь строки. Для чего? Для того, чтобы это было наглядно. Такі обмеження по розміру Ола? Ніяк. Тобто можна… Аби вистачало місця на диску для його зберігання. Єдине, що можна сказати, якщо у нас великий об'єм даних, зараз, хвилинку. Якщо у нас великий об'єм даних, то нам треба трошки підтюнити деякі параметри. Я буду про них казати згодом. Тому що якщо ми будемо вставляти один гігабайт в один сел, то це буде провокувати, кожна така вставка буде провокувати спліт регіонів. Я про це згодом розкажу. Тому нам треба трошки тюнити. Так? Так. Все-таки деякі речі ви хочете в лапках, а деякі – без лапок. Тимстап нас проводиться числом, а юзернейм виводиться юзернеймом. Тому все-таки… Чому число? Тому що це версія. А версія, як я казав, це лонг завжди. Тому якщо це лонг, то я його вказую без лапок як лонг. Тут я вказую в лапках, тому що це строка. Ось. Чесно говоря, через консоль я просто никогда не вставлял не строки, то есть я вставлял их через API, например, інты, но если вставить просто інт через API, он будет выводиться как 16-ричное значение, как hex. Вот. Поэтому, собственно, здесь я оперирую строками и вставляю их в кавычках. Если я не ошибаюсь, чтобы вставить інт как hex, можно його указати здесь вот, как тоже в кавычках. Но если я здесь не поставлю кавычки, то у меня просто не выполнится команда. Вот. Но главное то, что версии указываются как лонг, это всегда число. Вот. Так, но я не знаю аналога в консоли для такого инкремента, но если говорить про Java API, то там параметр лонг, и мы туда ничего другого, чем лонг, просто не сможем засунуть, потому что оно не скомпілюется. Вот так. То есть, как я уже сказал, консоль – это такая вещь, где можно создать таблицу, менеджить таблицу, возможно, трое удовлетворить какие-то команды, но это не основной инструмент работы с HBase. Почему я вважаю, что нужно показать эту консоль? Потому что я вважаю, что она хорошо демонстрирует початковые команды HBase, и она хорошо позволяет как-то понять, как зберегаетесь данное. Вот. Видаляемо. Чтобы впевнитесь, мы можем сделать снова скан. У нас же только два рядки. И почему? Потому что там была единая колонка, и если колонки нет, то рядка, как такого, тоже нет. Можно вопрос по Callum Family? По Callum Family, да. Скажите, какой основной benefit в Callum Family? Это чисто кусок архитектуры, или оно помогает по перформансу при скане, допустим, или при путье, и так далее? То есть, если мы делим таблицу на конкретные группы, то есть, как бы мы это для себя делим, просто чтобы структуру, которую какую-то выделить, или оно влияет на перформанс? Callum Family влияет на перформанс. Это раз. Есть такое правило HBase. Оно на английском звучит лучше, чем на русском, поэтому я скажу на английском. Data that acts together should be stored together. То есть, доступ, которым нужен вместе, они должны храниться вместе. Callum Family – это тот инструмент, который объединяет эти данные. Физически это отдельный H-файл. Более того, большинство процессов, которые происходят внутри HBase, они Callum Family-oriented. То есть, я буду рассказывать о компакшенах. Это процесс схлопывания данных. Он происходит над каждой Callum Family. Вот так. Что важно знать об удалении? Данные не удаляются сразу же. На них просто ставится Tombstone, и удаление данных будет происходить при Major Compaction. То есть, запускается отдельный процесс, который схлопывает данные и удаляет Tombstone. Вот. Что? А где ты видишь версию Руби? Согласен, согласен. Что я могу сказать? У меня на машине стоит версия Руби 2.2.1. Даже две. Одна 1.9.3, вторая 2.2.1. Это Руби, скорее всего, это Джей Руби. И у него какие-то свои старые фишки. Поэтому вот так. Но вы правы, это Руби. Руби, это Руби. И мы можем помнить наш делит. Ось. Взагалі, чему так? Чему данные не выдаляются одразу? Как я уже говорил, мы используем HDFS как основу для хранения данных HBase. HDFS очень негативно относится к Random Reads. То есть он очень позитивно относится к Sequential Reads и Sequential Writes, но к Random Writes он относится очень плохо. Соответственно, если мы хотим удалить какую-то часть данных, они будут внутри файла и лазить каждый раз нам нужно будет найти и удалить. А это очень expensive. Поэтому намного проще поставить на эти данные маркер, что они мертвы. А потом пройтись по всему файлу, сформировать новый файл, чистый, но уже без этих данных. Таким образом у нас будет Sequential Writes, но не будет строить перформанс. Да, то есть, грубо говоря, у нас во время апдейта идет как бы перезапись. Во время удаления у него отдельно есть структура, где просто ставится Tombstone и процесс. Но физически данные удалятся при Major Compaction, когда мы из одних файлов сформируем другие файлы. Я об этом чуть позже расскажу. Какие есть еще полезные команды? Первый это List, просто список таблиц показать. Describe, это описание таблицы, мы можем увидеть, я сейчас покажу. Мы можем увидеть все Column Family, которые есть в таблице и со всеми их параметрами. Truncate мы чистим таблицу. Disable, переводит таблицу в режим типа запрещена. Для чего это нужно? Когда мы делаем alter таблицы, меняем параметры Column Family или добавляем новое Column Family, таблица должна быть в состоянии disable. Когда таблица disable, в нее нельзя писать, с нее нельзя читать. Соответственно, если это происходит на продакшене, то это беда. На продакшене что будет происходить? Мы пишем скрипт, который выполняет команды disable alter enable. После этого запускаем скрипт. Все наши запросы, которые идут к этой таблице, в момент выполнения alter, вываливает exception. Table in disable exception, но потом мы enable, и все как бы хорошо. Что хорошо, alter выполняется практически мгновенно, но тем не менее, если у нас идет большая нагрузка, то часть запросов у нас все равно будет вывалиться в exception. А что будет, если у нас работа disable и enable? Alter не выполняется. У нас все вот такие роботы. Он на экспрессии где-то на работе, а мы уже на disable не выполняем. Что там? Что там? Ну, тобто, если мы начнем выполнять alter на таблице, которая не в состоянии disable, то alter просто даст ошибку. Мы не изменим нашу таблицу. Из-за этого нам нужно задизаблить таблицу, заальтерить ее и enable снова. Ну, я могу сказать так, что в реляционных базах данных alter таблицы, особенно если она очень большая, это, ну, как бы, большая боль. Я думаю, кто сталкивался, нужно копировать данные в другую таблицу, менять, потом возвращать обратно. В wishbase можно просто написать код, который в случае exception начнет переспрашивать, то есть, ну, повторять запрос. И таким образом обезопаситься от disable таблицы. То есть, у нас, когда будет, например, disable таблица, если у нас код написан грамотно, мы просто повторяем запрос до тех пор, пока таблица не станет доступна. Да, да. Ну, я посмотрел, у нас там enable, disable по одному, тому же самому имени, как бы. Это имя таблицы. А имя может в процессе alter поменяться, да? Нет, нет, имя в альтере нельзя изменить. Альтер работает только над Колумб Фэмилл, в основном. Да, да. Чи физически изменяются данные, чи просто обдейтится схема данные лишается? Ну, табто, почему, 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 почему? Данные не будут стерты одразу. Наступный MajorCamp Action прийде до цієї Колумб Фэмилл, побачит, что треба одну версию иметь, перепишет все в другой файл из одной версии и все. За счет этого досягается очень быстрый alter, потому что мы только опис изменяем, мы не изменяем самые данные. Наверное, в отличие от революционных баз данных, где мы меняем самые данные. Можно выдалить, это не проблема, мы просто делаем, делит Колумб Фэмилл и все. Это как? А, нет, нет. Мы можем искусственно повторить значения, то есть мы, когда путем данные, можем путить в обе. Но я, честно говоря, не сталкивался с тем, чтобы так, ну, как бы, это не какой-то смысл. Может быть, не имеет смысла, потому что нет джойнов каких-то, если были джойны, можно было бы это все обернуть. Скажите, а есть возможность создания какой-то дополнительной логики на самой BD, типа сторид процедур и так далее? Копроцессоры есть. С HBase 0.98, если я не ошибаюсь, ввели механизм копроцессоров. Они подобны триггерам в революционной базе данных. Можно описать, что если мы путем, то потом выполнить команду такую-то. Вот так. Копроцессора? Она будет атомарно выполняться, поскольку пут атомарный. Но получается, что мы таким образом слегка задерживаем наши путы, потому что пока не выполнится копроцессор, то ничего не получится. Вот. Копроцессор описывается просто как Java класс с определенным интерфейсом. Так. Я просто продемонстрирую, что эти команды есть и какой вывод они просто дают. Самая, по моему мнению, очень полезная команда describe. Почему? Потому что она показывает все параметры column family, которые есть. А их как бы много-мало. Это такое. Но, по крайней мере, мы можем посмотреть, какие есть. То есть мы можем увидеть имя, энкодинг, bloom filter, репликации, версии, компрессия, минимальное количество версий, TTL, надо ли хранить или не надо удаленные ячейки, блок size, in-memory и блок cache. Я в процессе расскажу о некоторых параметрах, которые реально что-то делают, которые реально работают. А security вообще не нормально работает? Cerber. Можно, если это, я не знаю, у голого HBase. То есть HBase как бы сам по себе, он Apache, то есть он развивается как community, но есть Cloudera, которая и MapR. Это две большие компании. Есть еще Hortonworks, третья. Которые его патчат и делают его вообще юзабельным, в принципе. То есть фиксят баги и тому подобные вещи делают. И вот Cloudera есть механизм Cerber называется. С помощью него можно сделать авторизацию. Вот так. Это, ну, как бы авторизация для Hadoop и всего, на что настраивается над Hadoop. Вот так. Практично не в том. Просто берут уже сборки. Берут Cloudera, это найпоширеніший вариант. Взяти Cloudera, CDH. Там дуже, я не знаю. В лицензии Apache не есть. Клаудера, так. Типа Кортон единый, кто даёт беспроприятеризм. Ничего. Клаудера нормально. Менеджер там. Менеджер так. Уже адекватные версии адекватные для использования. Собственно, альтер таблицы покажу. Ну, я могу об этом сейчас рассказать, могу чуть позже. Блумфильтр. Это, как бы так сказать, покращение для более быстрого поиска данных. До версии HBase 0.98 Блумфильтр был по умолчанию выключен. Его нужно было включать руками. С HBase версии 0.98 и выше он стоит по умолчанию как на RAW. Собственно, я не знаю, кто-то знаком или нет вообще с таким понятием, как Блумфильтр, но это то же самое, грубо говоря. Мы храним табличку, в которой есть указание, что там, например, данные, такие-то данные находятся в таком-то файле. И Блумфильтр отвечает на вопрос, а нет ли, есть ли, не есть ли эти данные в файле, а отсутствуют ли эти данные в этом файле. Вот, то есть наоборот. Таким образом, когда мы выбираем данные и у нас включен Блумфильтр, мы можем не лезть в файл. Нам нет нужды лезть в тот файл, где этих данных нет. Мы проверяем только те файлы, на которые Блумфильтр нам отвечает. Ну, может быть, они там есть. Блумфильтр даёт точную выповедь, если нет. Да, и мы верим, если есть. Что может быть. Почему он не был включен сразу? Потому что Блумфильтр хранит дополнительный объём данных, вот эти вот самые, ну, как бы, вспомогательную структуру, которая указывает, есть или нет эти данные в файле. Вот. Но так как кэшбэйс, он для больших объёмов данных, то есть это терабайты, петабайты данных, в зависимости от кластеров, то несчастные там несколько сотен мегабайт Блумфильтра уже никого особо не волновали. И его просто включили по умолчанию, как на RAW. Его можно поставить RAW CELL. Тогда он будет, точнее, не RAW CELL, а RAW COLUMN. Тогда он будет занимать ещё больше места, но начнёт типа индексировать колонки, как бы. То есть мы, если мы выбираем часто именно по колонкам, не только целую строку, то можно его так поставить. Собственно, alter. Я добавлю ещё одну. COLUMN FAMILY. Что хотел сказать, что с версии CDH5, по крайней мере, клаудеровской, disable происходит уже под катом. То есть мы можем не вызывать его. Он сам disable таблицу и enable ее. До версии CDH5 нам надо было это делать руками. Окей. В принципе, с базовыми командами это всё. Теперь я предлагаю посмотреть, что работает внутри HBase. То есть из каких компонентов он состоит и какие процессы внутри проходят. Очень удобно разделить компоненты на, так сказать, мастер и слейв-компоненты. Как в большинстве распределённых систем, здесь также это работает. HDFS. HDFS имеет в себе мастер-компонент, который называется name-нода, и слейв-компонент, который называется data-нода. Собственно, data-ноды хранят данные, а name-ноды мониторят data-ноды и хранят мета-данные, так называемые. Zookeeper. Zookeeper — это составная часть HBase-кластера. У него как бы нет слейв-разделения мастер-слейв. Все ноды равноправные. Они выбирают себе в кворуме лидера по определённому алгоритму. Через Zookeeper, я чуть позже об этом расстановлюсь, идёт мониторинг кластера и подключение клиента. HBase — мастер. У HBase два типа компонентов, тоже мастер и слейв. Мастер сервер называется мастер. Слейв — это регион сервер. Почему регион сервер? Потому что данные в виде регионов хранятся. HBase-мастер может быть забэкаплен. То есть мы можем поднять несколько мастеров. У нас один будет основной — primary, остальные будут как бэкап-мастера. Если primary падает, на его место становится бэкап-мастер. Data-ноды и регион сервера обычно объединяют на одних машинах физических. Почему? Потому что одни хранят данные, а вторые умеют ими пользоваться, делать запросы, выполнять на них. Тогда получается, что при такой архитектуре мы будем выполнять запросы над локальными данными. Скорее всего. Там есть некоторые исключения. Соответственно, мы экономим на сети, и это очень удобно. Поэтому редко, когда разносят регион сервера и дата-ноды на отдельные машины. Это всегда по стандарту одна и та же машина. Можно вопрос? Да. А делают репликацию регион сервера? Например, если бы доступность данных постоянной? Да, конечно. Я не зря нарисовал 4 бочечки, потому что... И, например, 2 HBase-мастера. Собственно, количество прямоугольничков говорит о том, сколько инстансов мы поднимаем на различных машинах. По умолчанию в HBase-replication-фактор 3. Соответственно, это значит, что нам нужно как минимум 3 регион сервера и 3 дата-ноды, ну, то есть 3 машины с регион серверами и дата-нодой на каждой, для того, чтобы обеспечить отказоустойчивость. Регионы. Что важно знать? То, что клиент работает напрямую с регион сервером, минуя мастер. В чем хорошо это? Тем, что, во-первых, у нас перформанс, если бы мы ходили от клиента к мастеру, от мастера к региону, и все шло бы через мастер, у нас был страдал перформанс. Таким образом, если мы работаем напрямую с регион сервером, мастер может быть вынесен вообще на отдельную машину, мы о нем можем по большому счету в этом случае не думать. Как работает клиент? Он работает с помощью так называемых RPC, Remote Procedure Call. О чем это говорит? О том, что клиент передает кусок кода регион серверу, говорит на, выполни его. Регион сервер выполнил, отдал результат. Что? На задухомую или стрит? Нет, по-моему, нет. Точно. Там свой RPC протокол, и он используется вот так. Больше всего это похоже на RMI, наверное. Что еще хорошо, то, что если у нас откажет мастер, у нас мы по-прежнему можем получать данные, вставлять данные, то есть у нас сохранится работоспособность, даже если мастер один. Соответственно, если отказывает один из регион серверов, за счет репликации мы также имеем доступ к данным, поскольку просто второй регион сервер, который запасный, ну, не запасной, он начнет выполнять функции первого. То есть те регионы, которые обслуживались первым регион сервером, он упал, обслуживание начинает в следующий регион сервер. Что? У меня есть отдельный слайд, что делает мастер. Во-первых, все DDL, Data Definition запросы, они идут через мастер. Создание, удаление, Truncate, Disable, Alter, таблицы идут через мастер. Если мастер мертв, мы просто ничего, ну, как бы не сможем создать таблицу и заальтерить ее. Что еще хорошего делает мастер? Он мониторит регион сервера, он запускает процесс рекавери в случае, если у нас один из регион сервера выпал. То есть, грубо говоря, если мы потеряли мастер и потеряли один регион сервер, то это уже беда, потому что рекавери не будет запущен, и, ну, как бы это проблема. Поэтому мастера, они тоже реплицируются, бэкаплятся, и у них свой алгоритм восстановления есть. У меня есть отдельный слайд для этого. Я расскажу об этом, когда мы дойдем до Java API, ну, там просто это будет, мне кажется, более к месту, чтобы не забегать вперед. Что еще хорошего делает мастер? Он осайнит регионы. То есть, он говорит, что регион сервер 1 обслуживает такое-то количество регионов с такими-то данными, а регион сервер 2 обслуживает следующее количество данных. Как он это делает, я сейчас чуть позже расскажу. ZooKeeper. ZooKeeper выполняет, собственно, это его прямое назначение, он изначально для этого разрабатывался, как сервер-координатор. Он хранит в себе состояние, он имеет двунаправленную связь с мастером и с клиентом. Соответственно, он может сообщить мастеру, что, например, регион сервер такой-то отвалился и надо начинать процесс восстановления. Соответственно, он может также сказать клиенту, что клиент там, смотри, регион сервер такой-то отвалился, ты туда запросы не шли, сюда шли. Вот. И Connect идет через ZooKeeper. То есть, для того, чтобы приконнектиться, я покажу это отдельно, к кэшбэйсу, мы просто указываем адрес ZooKeeper кворума и не указываем хосты мастера и регион серверов. Что, в принципе, ZooKeeper падать не должен, но если он упадет, обычно это три ноды, три больше, скажем так. Они выбирают себе лидера, и кто-то упал, они выбрали нового лидера, и все окей. Единственное, чего не надо делать, это ставить четыре, четное количество нод, потому что могут быть проблемы с так называемый split brain, когда, ну, они не могут решить, короче, кто главный. Вот как-то парадоксально, но когда два, они решают, а когда их остается три. ZooKeeper даже один может работать, то есть... Да, там на самом деле очень такой сложный алгоритм выбора лидера, их несколько версий есть, по-моему, они там как-то раз, два, три называются, эти версии, и в зависимости от версии, они, ну, как бы, одни проблемы уходят, а другие появляются. Так как мы, по сути, рассмотрели основные компоненты кластера, имеет смысл посмотреть чуть-чуть вглубь HBase, самого по себе, и рассмотреть вопросы, как данные записываются, какие процессы происходят внутри, и как эти процессы могут влиять на перформанс. Я думаю, что я закончу с этим делом, и мы пойдем на перерыв. DataWrite. Прежде всего, когда идет запись данных, данные записываются во wall, в write-ahead-log, как это в Postgre было, здесь практически то же самое. Да, этот write-ahead-log, он находится на HDFS, и он реплицирует данные на остальные data-ноды для чего? Для того, чтобы если этот регион-сервер упадет, мы могли их восстановить. То есть при восстановлении, в случае падения регион-сервера, write-ahead-log, заново считывается и накатывается, так сказать. Вторым делом, данные попадают в так называемый mem-store. Для чего нужен mem-store? Мы храним данные в отсортированном виде, в лексикографическом порядке. HDFS не любит random writes, поэтому нам очень было бы хорошо сформировать эти данные уже в лексикографическом порядке, и записать их в файл вот так сразу же. Поэтому, по сути, mem-store это, если так сильно упрощенно, сортированный список, который хранит данные в памяти, при этом отсортированный в лексикографическом порядке. Соответственно, когда у нас значение mem-store достигает предельного значения, которое задается в конфигурациях, мы просто весь этот объем данных сливаем в h-файл. h-файл находится на HDFS, если он находится в HDFS, он реплицируется, и, соответственно, мы таким образом данные обезопасиваем. То есть, если у нас, например, нет wall, данные попадают в mem-store, регион-сервер падает, данные только в памяти, они еще не были сброшены в файл, то мы теряем данные. Вот для этого нужен wall, для того, чтобы мы не теряли данные. Поскольку wall сразу же пишет в HDFS, но за счет того, что он пишет маленькими чанками последовательно, у нас не аффектится перформанс. Собственно, то же самое, что я рассказал в виде отдельных пунктов. Дальше, если мы сливаем mem-store в отдельный файл, таким образом у нас будет очень много файлов. поскольку, ну, например, mem-store 128 мегабайт, мы накопили 128 мегабайт, сбросили их в файл. Следующий, следующий файл. Чем больше файлов, тем хуже работает HDFS. По сути, HDFS лучше работать с маленьким количеством больших файлов, чем с большим количеством маленьких файлов. Для того, чтобы не ухудшался перформанс в процессе работы, мы используем, используется процесс compaction. Есть два типа compaction, minor и major. Minor compaction, он происходит довольно часто, в зависимости от того, сколько файлов уже накопилось. По умолчанию, когда у нас накапливается три и больше файлов, запускается процесс minor compaction. В чем его суть? В том, чтобы скомпактить те файлы, которые есть, в чуть более большие файлы, но не в один большой. Почему так? Потому что мы не хотим аффектить перформанс, поэтому мы не очень хотим загружать файловую систему, и нам проще потихонечку собирать большие файлы, но не сразу. Для того, чтобы создать из вот этих увеличенных файлов один большой, есть процесс major compaction. Major compaction это на самом деле отдельная боль. Что он делает? он выполняется для каждого региона, для каждой column family раз в сутки по умолчанию. Берет файлы, которые есть, и проходится по ним, считывает, удаляет данные, которые помечены tombstone, и формируют и формируют один большой файл. При этом, еще перед тем, как вызывается процесс major compaction, идет флаж данных с memstore. Ну, то есть, как бы мы все очищаем из памяти, запускаем процесс major compaction, получаем один большой файл и идем дальше. У меня есть доклад на jacont 2015, был посвященный как раз тому, как убрать перформанс проблемы при major compaction. Это сильно зависит от версии HBase и от того, какую файловую систему, какую мы железо используем. Я могу сказать, что очень сильно помогает SSD менять. также можно ручную, можно вырубить автоматический major compaction и настроить его вручную, то есть, что запуская его кроном через какие-то определенные промежутки времени, когда у нас очень низкий, ну, меньше нагрузка, чем в какие-то business hours, если есть такая возможность. Можно также управлять рандомом major compaction, то есть, если у нас много column family, много регионов, есть вероятность, что одновременно запустится два major compaction на двух серверах и это будет аффектить перформанс еще больше, поэтому мы можем раскидать больше, дать рандомность этому процессу, соответственно, уменьшить шанс такого появления. Но, надо сказать, что от версии к версии вот этот процесс major compaction, он как бы все улучшается и улучшается и на CDH5 например, уже меньше проблем, чем было на CDH4. А CDH5 использует версию HBase 1.0, а CDH4 HBase 0.94. Окей, регион сплит, то, о чем я говорил, когда мы пишем данные, они попадают в какой-то регион, когда этот регион достигает максимального значения, по умолчанию это 1 гигабайт, он сплитится на 2. Я расскажу, ну, забегая чуть-чуть наперед, скажу, что если мы пишем какое-то данное с ключами, которые идут sequential, последовательно, например, это timestamp, они будут идти все время в один и тот же регион север, в один и тот же регион и дописываться вот сюда. Все время этот регион 1 будет переполняться, сплитится на 2. Окей. И мы опять будем вот этот второй, потому что данные sequential, они все время идут в, увеличивается, грубо говоря, этот каунтер, да, timestamp. Опять будет переполняться регион и в итоге у нас один регион север, который будет хранить вот этот последний регион со самыми свежими данными будет hotpoint и таким образом у нас будет плохо распределена нагрузка на кластер. Вот. Как этого избежать, я чуть позже расскажу. Но это нужно учитывать при проектировании ключей. То есть нам нужно избегать каких-то sequential data ключей. Лучше всего, если ключ будет равномерно распределен в своей величине, то есть чтобы он попадал на все регион сервера, во все регионы, то есть тогда у нас будет равномерно распределена нагрузка при записи. И load balancing. H-master получает статистические данные с регион серверов. И если он видит, что у нас на какой-то есть один регион сервер, который реально очень сильно занят, то он его начнет разгружать. Он забирает у него другие регионы, отдает их сервить второму регион серверу. И говорит, что теперь ты сервишь вот этот регион. сервера интересный факт состоит в том, что в таком случае данные не будут локальными для второго регион сервера до следующей мажор compaction. То есть, грубо говоря, если у нас H-master перебалансил регионы и сказал, что регион сервер 2 теперь будет обслуживать вот этот регион 1, но данные все равно будут до следующей мажор compaction жить на регион сервере 1. Опять же, если у нас происходит, еще раз возвращаясь к sequential ключам, у нас будет все время один регион, один загруженный регион сервер, у которого будут забирать другие регионы, потому что тот, который есть, забирать не сможет. И мы будем все время работать не с локальными данными. Это второй point, почему sequential ключи, их следует избегать. Да? Да, да. Скажите, отсюда видно, что мастер контролирует сам ноутбаланс, да? Если я делаю запрос где-то куда-то, на какой-то регион, который забит, как мне узнать, куда я буду перенаправить? Кто меня перенаправит? Это все разруливается через клиент. Я покажу это чуть позже, но опять же, забегая вперед, у клиента есть вообще есть в принципе специальная мета-таблица, которая говорит, какие регионы, какие строки, в каких регионах, на каких серверах находятся. Эта таблица есть у клиента, закешированная. Когда она меняется за счет двунаправленной связи зукипера, клиент получает об этом нотификацию, типа, оу, таблица изменилась, перечитай ее. Он ее перечитывает и, соответственно, он знает, что регион поехал на другой регион-сервер, а если он туда поехал, то и клиент перенаправляет запросы туда. А что стоит в момент, если не стих перечитать таблицу, а звертается до... перечитать таблицу маппингу, а звертается до попередного региона? У цей момент он, если подходит запись до региона-сервера, а он таки бачит, что региона этого уже нет, он перенаправляет этот запись до H-master и говорит, мастер, меня тут питают, а у меня уже ничего нет. H-master знает завжди, где что лежит, потому что у него свежие данные, перенаправляет этот запись до другого региона-сервера и таким чином обслуживает. Тобто цей запись просто займе трохи більше часу, але він все одно виконується. С точки зору проєктування схеми, критичным для шокодії є те, як ми генеруємо ключі, як ми поділимо начинування на полум-фамію. Чи коректно буде сказати, що треба проєктувати схему так, щоб в ідеалі більшість наших запитів оброблялась з одного регіона і з одного експарту, правильно? Я можу сказати наступне, що в ідеалі треба проєктувати схему, базуючись на тих запитах, що ми будемо надсилати до HBSO. Тобто, чи проєктувати схему так, щоб ми знаємо, які запити ми будемо надсилати, які наші аплікації будуть запитати, і так проєктувати схему, щоб ті більшість запитів обробляли з одного H-файла одного регіона. Так, так. Тобто, це потрібно враховувати і це буде правильно. Тобто, висновав, в принципі, такий, що якщо у нас колонки пишуться в H-файлу, в column family пишуться в H-файлу, то краще, щоб запит читав лише з одного column family, ніж з багатьох. Так, так. Тобто, data access should be story together. Тобто, це основний базовий принцип при проєктуванні column family. Так. Який є залізом, якщо я правильно розумію. Який є що? Ну, залізяка. Це процес на залізяці. На одній фізичній ноді. На одній фізичній ноді. Процес регіон севера і лише один. Окей. Там, всередині, то процес маналювали HDFS, але HDFS він розмазаний під пластер. Тобто, сам H-файл він розмазаний під пластер. Як це узгоджується з тим, що дата є локальна для цього ноди? H-файл не є розмазаним. Він є, наприклад, на одній дата ноді. А дата нода і регіон сервер, як я вже казав, працюють на одній залізяці. Але цей H-файл він реплікується. І все. Тобто, він не розмазаний. Він є цілісний на одній ноді і такий самий є на інших. І реплікується. А є якісь обмеження покількості за прийомого серверу на одній ноді? Ну, зазвичай, піднімається, якщо це production-ready-cluster, то піднімається на одній ноді один регіон сервер. Тобто, немає великого, як це сказати, смисла, піднімати декілька регіон серверів на одній залізяці. Ось. Тому що, вони нормально використовують весь потенціал мультипроцесорів з багатьма ядрами. І це все, ну, просто немає сенсу піднімати декілька процесів на одній залізяці. Оце цікаве питання, я на ньому ще трошки згодом розкажу. Пут в мене, якщо забігати наперед, то пут у мене зроботає, коли в write-ahead-log мені відповідає, що він записався і репліціровався. От тоді мене відпустять. Але я можу це контролювати. Ось вже в принципі останній слайд і по архітектурі. Так як у нас доволі багато різних штук, з котрих состоїть HBase, то нам би хотілося як-то хоча б одним глазком быстро їх контролювати. Для цього є консоль. Консоль є як у HDFS, так і у HBase. Я зновлюсь подробні на консоль HBase. Она по омолчанию находится на мастер-хості, порт 6010. Що она показує? Она показує состояние регіон-серверов, мертвые-живые, количество запросів в секунду к каждому регіон-серверу, які таблиці і какой размер регіонів у нас є, т.е. текущее состояние. ми можемо посмотреть текущий компэкшн, мажор-компэкшн, которые идут. Т.е. ми можем, в принципі, чем це удобно? Ми видим просадку по времени выполнення запроса, такі, думаємо, що робити. ідем, атрибуты в принципі, суть у нього та же самая. Ми можемо посмотреть количество нод, live-нодс 1, количество мертвых нод, используємо місто. Ну, лічно я, на практиці очень часто использую эти две консоли для первичного какого-то мониторинга і траблшутинга. Я предлагаю сделать паузу, минут, наверное, 5-10, і посмотреть, як проєктирувати схеми под HBASE. Зная особенності архітектури HBASE, которая касається регіонів, использовання HDFS, репликації данных. Ми можемо рассмотреть особенності проєктирування таблиц под HBASE. Первое, самое важное, это то, что таблицы, в отличие от революционной базы данных, проєктируются не под данные, а под запросы, которые мы будем выполнять. Я предлагаю разделить процесс проєктирування таблиц на 5 этапів. В первому этапі мы выделим колумм фемили, который мы будем использовать. На второму этапі мы подумаем о том, какой вид вот этого стопервичного ключа будет использоваться. Потом мы поговорим о колонках. Четвертым этапом мы будем думать, надо использовать версии или не надо, а на пятом этапе мы можем прокачать нашу колумм фемили для того, чтобы она больше отвечала нашим потребностям. Мы можем добавить компрессию, TTL, поиграться с версиями и даже засунуть ее в ин-мемори. Уже неоднократно я говорил, что данные, которые мы получаем вместе, должны храниться вместе, то есть в одной колумм фемили. Не стоит делать очень много колумм фемили, потому что это может повлиять на перформанс, нужно учитывать, что это все отдельные файлы, чем больше файлов, тем больше проблем. Оптимальным значением является не более трех колумм фемили для одной таблицы. И таким интересным особенностям есть возможность использования компрессии. С одной стороны компрессия влияет на чтение, так как у нас меньше данных, меньше файлов, меньше загружен HDFS и лучше работает чтение. С другой стороны мы можем аффектить перформанс на записи, потому что нам нужно прогонять компрессию над данными. Что касается дизайна ключей. Ключи это единственное индексированное по сути поле в HB. То есть мы можем быстро искать только по ключам строк. Первое, как я уже говорил, не стоит использовать sequential ключи, потому что таким образом мы создаем hotspot регион сервер и у нас есть неравномерная нагрузка на кластер. Рано или поздно мы начнем проседать в перформансе по записи. Самый простой способ, как нам распределить ключи равномерно, это их захешить. Просто берем и используем, прогоняем любую хеш-функцию, какая нам больше всего нравится, над ключом, если это sequential ключ. Таким образом получаем равномерно распределенные по сути ключи, уже захешенные, и они равномерно идут данным. Просто когда мы хотим получить get по этому ключу, нам нужно предварительно взять от него хеш и уже делать get с хешом. Интересной особенностью также являются композитные ключи, то есть составные ключи. Обычно такие ключи используются в таблицах, я сейчас об этом расскажу подробнее, которые используют scan запросы. То есть если мы используем композитный ключ, мы можем хорошо оптимизировать сканы, используя вот эту особенность start и stop. Нерахонный хеш можно питаться? Да, да, да. Когда мы хеш используем, там не будет уникальностью, нам нужно как-то обеспечить уникальность после хеша. Ну, в идеале нам хеш має гарантировать эту уникальность. Ось. Но мы можем сделать так, чтобы взять например этот хеш, взять его первую часть, первые 8 символов, а потом какой-то раздел, я не знаю, underscore поставить, и дописать наши данные, уже без хеша. Таким чином мы будем мать уникальность, но за рахунок этого первого частина хеша у нас будет распределение равномерное. А, до речи, если таймсерияз зберегать, то тебе не зручно этот секунд шутки таймсерияз якщо зберегати, ми можем юзать той самий підхід, тобто ми можем брати першу частину хеша таймстемпу, дописувати до нього реальний таймстемп, і таким чином щось робити. Більш того, якщо ми хочемо дані не акс сендинг, а дес сендинг ордер, то ми можемо брати long max valley минус таймстемп. І таким чином ми будемо отримувати вверху найостаніші дані, і якщо в нас є потреба їх вибирати найчастіше, то це гарне рішення, щоб отримувати їх вверху наших запитах. І таким чином ми можемо контролювати скан. Є два тіпа табліц, які можуть бути использоване, не знаю, определены ваш бейс. Так называемые высокі таблиці і широкі таблиці. По сути, це просто, вони відчаються розличним использованням колонн феймлі, версій і колонок. Високі таблиці це коли у нас є багато строк, по сути, немага колонок, більше всього вони напомінають хешмапу, то є по сути кей-вали запроси. Например, у нас є пользователі, їх багато, у них є унікальні ідентифікатори і кой-то набор інформацій. Це класичний пример високій таблиці. Вони просто записываються кожен пользователі віддельна строка. В такому случае, що ми можем сделать быстро? Ми можем быстро выбрать какого-то пользователя. можна 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 почати аналізувати його які-то особи особи, тобі, наприклад, исходя з тех данних, які в нього є. што касається широкій таблиці, це у нас буде не так багато строк, але у нас буде багато колонок. І будуть ще версії цих колонок. Як пример такой таблиці, наприклад, у нас є транзакція. Каждая строка це дата до дня. Каждая колонка це час. Значення це сумма транзакцій. А версія це точна дата транзакції. Таким образом, спроектировав таблицу, мы можем быстро ответить на вопрос, какие транзакции были 24 числа с 9 вечера до 00, до полуночи, например. Но нам очень сложно будет ответить на вопрос, отдай мне одну транзакцию. Это потребует дополнительных более сложных вычислений. Поэтому такое разделение таблиц является классическим примером вот этого query-based подхода, когда мы сначала думаем, какие запросы должна отвечать наша таблица, а потом уже ее проектируем под эти запросы. У того или иного подхода есть свои преимущества и недостатки. TallNarrow нам дает больше распределения ключей, соответственно, у нас будут запросы распределены по всем регионам сервера, так как ключей много, они равномерно распределены в идеале и запросы идут на все регионы сервера. Она, как я уже говорил, хорошо работает с get-запросами по ключу. Flat-wide дает нам, во-первых, это атомарность на целой строке, то есть, когда мы апдейтим строку, мы можем быть уверены в ее атомарности этой операции. Она хорошо работает, когда нам нужно делать много именно апдейтов. И, в принципе, как scan, так и get она может обслуживать в зависимости от тех данных, которые там хранятся. То есть, get-запросы мы можем получить сразу большой кусок данных, либо его как-то ограничивать. Scan-запросы мы можем использовать фишки составных ключей, когда мы можем ограничивать тот объем данных, на котором мы прогоняем наш scan. Ну, лично, я из-за собственного опыта могу сказать, что я больше использую tall narrow таблицы, потому что в основном это такие данные, которые получаются по ключу. Это идентификаторы пользователей, идентификаторы событий и тому подобные вещи. Что касается column family properties. Во-первых, компрессия. Есть три алгоритма LZO, GZP и SNAPI, которые нам позволяют эту компрессию реализовать. Они уже все реализованы, все окей, их можно просто включить. Я использую SNAPI как самый оптимальный по перформансу и по сжатию данных. Мне удавалось достигать до 40% сжатия, используя SNAPI без особых эффекта на performance write. В принципе, я держу всегда компрессию включенной на таблицах. Что касается TTL Time to Live, очень удобный механизм, когда мы хотим хранить данные определенный промежуток времени, поэтому мы не хотим их чистить руками, за нас это может сделать HBase. Time to Live вешается на column family, соответственно, когда пройдет тот заданный промежуток данных, который задается в секундах для Time to Live, данные просто пометятся tombstone и будут удалены преследующие мажор compaction. Такой же механизм есть в Redis, например, когда мы выставляем TTL. Это нам позволяет не думать о очистке старых данных. Версионность. Как я уже говорил, это влияет на performance. Чем меньше версии мы храним, тем меньше даты нам нужно обрабатывать. Соответственно, обработка будет быстрее. мы можем чуть-чуть поиграться с версионностью TTL и указать такой параметр как minVersion. Тогда, даже если сработает TTL, мы сможем оставить себе то количество версий, которое указали. То есть, если мы укажем minVersion больше нуля, то TTL по сути удалит то количество версий, равное versions минус minVersions. Вот так. Если у нас по умолчанию одна версия и мы указываем minVersion тоже один, то TTL просто не сработает. Какие самые версии вы дадите? Что? Какие самые версии вы дадите? Сталищик? Да, конечно, то есть сюда удаляется. InMemory. InMemory дает как бы совет HBase, что вот эту таблицу, эти данные неплохо держать в памяти, потому что как у любой я не знаю, серьезная база данных у HBase есть кэш запросов, куда попадают часто используемые данные. Но это не гарантируется. Ее хорошо использовать для небольших high access column family или таблиц. Ну, то есть по сути это может быть какая-то словарик или более-менее статическая дата, которая небольшая по объему и мы просто хотим ее получать очень быстро. И последнее это API. Как я уже говорил, с HBase версии 1.0 был представлен новый, более удобный API. Есть два типа базовых интерфейсов, table interface и admin interface. Через table interface делаются операции типа put, get, scan, increment и delete. Через admin interface делаются операции DDL. Create table, alter table, enable, disable. Собственно, вот тот слайд, который я хотел, который меня спрашивали, как коннектится клиент. Клиенту мы указываем всего лишь один параметр для коннекта. Это ZooKeeper Quorum. Что происходит? Клиент идет к ZooKeeper, ZooKeeper ему говорит, где на каком регион сервере лежит мета таблица. Клиент идет, к этому регион серверу забирает себе мета таблицу. Забрал, закешировал. Дальше у клиента есть все возможности, чтобы отправлять данные напрямую к регион серверу. Как вы видите, в этой схеме мастер не участвует. Давайте посмотрим теперь на собственно исходный код примеров. Первый запын будет трошки дольше и ватес не все перши так. Ну, скажем так, обычно, когда мы поднимаем сервер, ну, любое приложение, которое использует HBase, мы сначала создаем connect на моменте инициализации, а потом уже как бы у нас сервер запустился, мы открыли порты, говорим, мы готовы. Вот, если, ну, обычно делает так, просто на моменте инициализации делают connect, дальше у нас уже есть возможность работать с данными, вот и все. То есть, вот этот весь процесс, который я показал на слайде, он обычно происходит на моменте инициализации сервера нашего приложения. Кеш всех ключев, всех данных на регион сервера? Да, но это же, опять же, начало, конец, имя сервера и все. То есть, небольшой объем данных. Первое, то, что я очень говорил, это property файл обычно, которым задаются параметры Zookeeper Quorum и порт. Итак, что я сделал? Я написал две DAO-шки под таблицу, которую я демонстрирую. Под эти DAO-шки я написал юнит-тесты. В принципе, я старался продемонстрировать в этих DAO-шках всю, все те базовые Java API операции, которые делаются. Начнем мы, наверное, с UserContact DAO. Сейчас я войду опять в Presentation Mode. Собственно, начнем сначала. Connection. Connection – это тот объект, по сути, это Connection Pool, из которого мы можем получать интерфейсы Table и Admin. То есть, там уже встроен Pool, можно об этом не беспокоиться. как происходит вставка. Получаем объект Table, он у нас AutoClassable, поэтому мы можем себе позволить ее написать в стиле Java 7 с Drive with Resources. Создаем объект Put. Объект Put себя принимает ключ, ключ строки. В данном случае это UserID. Я использую утилитные функции типа bytes to bytes и bytes to int и так далее для конвертации данных. То есть, можно было бы написать у стринги getBytes, но мне кажется, что таким образом оно нагляднее просто выглядит. Дальше. Я хочу вставлять только если у меня есть данные. В данном случае, то есть, я проверяю not null, not empty. Тогда я по объекту Put говорю добавь колонку. Что я указываю? Я указываю column family, которое я изначально задал как private static final поле, тоже как massive bytes. Я указываю имя колонки, тоже massive bytes и значения. Так я делаю со всеми полями, которые я хочу сохранить. Если посмотреть на объект user contact model, это по сути одна column family. Ключ user id и mobile, email, skype, те контакты, которые у нас есть. Когда мы добавляем новый тип контакта, мы просто дописываем сюда новое поле и в нашу DAO можем дописать еще одну строку для записи. В самой HBase в структуре таблицы мы ничего не меняем. В конце мы вызываем команду table put, передаем ей объект новосозданный put и на этом все. GET нам нужен ключ. Мы снова получили интерфейс table, создали команду GET, передав ей ключ. Хорошая оптимизация является, я на этом еще чуть позже остановлюсь, является указание тех column family, которые мы хотим получить. В данном случае я работаю только с контактами, я не хочу получать другие column family, я хочу только одну. Поэтому я явно указываю. Это позволяет увеличить перформанс, улучшить перформанс. Дальше я говорю table GET, передаю сформированный объект GET, получаю result. Из этого резалта я могу получить необходимые мне данные, получаю map byte byte и уже могу из нее по имени колонки выбрать необходимые данные. Дальше используя вспомогательный класс bytes, я конвертирую массив и byte в строки в любой тип данных, который мне нужен. Массив можно? Массив чего? Байт строк, петя. Массив строк. Так можно, все, что стоит в базе. Но, может быть, если бы я сохранил, то я бы разделил его своими какими-то как это правильно сказать, сепараторами. Там формата нет формата по байтам. Да, да. Там, в любом случае, будет храниться массив byte. Ты можешь даже круче сделать. Ты можешь сериализировать его через Java и засунуть туда. Ты можешь даже засунуть туда Java сериализация. Можно JSON засунуть. Можно Avra засунуть. Тут, в принципе, удобно с этой точки зрения. Delayed. В данном случае я удаляю всю строку, поэтому я указываю ключ и column family. Таким образом, я для этого ключа удалю эту column family. Count. Если в консоли есть операция count как команда, то для API ее нет. Поэтому count это получение сканера через скан идет. Мы просто идем по всем строкам и считаем сколько этих строк у нас. Ну, что делать? На самом деле, если мы очень часто хотим получать count, то нам проще сделать отдельный счетчик в HBase и его инкрементить на каждый путь. написать для этого копроцессор, чтобы было вообще круто. Можно вопрос, есть какая-то библиотека, чтобы как-то абстрагироваться от ByteRay или это всегда кастер? я не знаю, что может быть вообще лучше, чем ByteRay. Есть спринговая обертка над этим всем делом, которая через вот эту модную спринговскую штуку, там куча точечек, когда такая лапша из вызова методов получается, вот там есть обертка. Наверное, это единственная, которая есть, такая как бы, которая может трошки покращает. Но я фанат массива Byte. Вы писали проекти проекти, то вы левельные такие операции? Вот такие. Это практически DAO, оно демонстрирует просто, как сказать, я его писал, так же, как я пишу реальный продакшн DAO, просто, что я хотел тут показать все операции, такие, ну, найпоширеные, которые просто можно делать. Но я не использую никакие надбудовы. Я не знаю, я считаю, что это зайвое. Можно еще вопрос? Да. Есть возможность сравнивать какие-то веры, какие-то SQL, которые бы выбрали на праймере ключа, а по иншурую. Да, я сейчас покажу вторую, там я сделал такой пример. Что касается аккаунта, это пример скан запроса. здесь я просто использую упрощенный скан запрос, я просто говорю get сканер и передаю column family, которая меня интересует. В итоге я получаю объект result сканер, который надо не забыть закрыть, поэтому здесь тоже try with resources есть. Объект сканер подобен объекту result set, когда мы работаем с gdbc, поэтому вызывая метод next, я получаю следующую строку, то есть result, и я это делаю до тех пор, пока мне, ну, пока они не закончатся, пока мне не вернут null. Тут нет, сейчас расскажу почему, или чуть позже, могу сказать, давайте сейчас. По сути, по умолчанию, объект сканер каждый раз лазит на регион сервер, когда мы вызываем метод next, и говорит регион сервер, дай мне следующее, дай мне следующее, дай мне следующее, мы можем поставить кэш, я покажу, как это делается, тогда он будет лазить и говорить дай мне тысячу, дай мне еще одну тысячу и так далее, но если мы ставим кэш, мы как бы берем ответственность на себя, а здесь просто будет каждый раз лазить. Вот такой, я скажу, что если ничего не делать, вот просто взять, тупо написать в консоли каунт, и таблицы, если в таблице есть 50 миллионов записей, каунт отрабатывает минут 10. Если дописать параметр кэш, поставить его во вменяемое значение, типа 100 тысяча, вот где-то в тех пределах, больше тысячи я не видел, чтобы влияло на перформанс, но со значением тысяча 50 миллионов записей было посчитано минуты за две. Вот так. Что? Еще раз? Да, кэш я поставил тысяча, и тогда у меня за две минуты вместо 10-15, которые было до этого, быстрее начал выполняться каунт. Да, потому что он кэширует у себя, то есть он не говорит, каждый раз по сети не ходит, и не говорит, дай не следующую. Он взял тысячу, закэшировал ее у себя, и просто прогнал. Вообще это очень сильно зависит от сети, и это очень сильно зависит от файла, ну, как бы SSD, не SSD, и тому подобные вещи. Но вот таких full scan запросов надо избегать, ну, наверное, вообще, то есть в продакшене, ну, если большая таблица, то full scan запрос, наверное, только в порядке исключения будет запущен, не постоянно. Потому что если мы видим, что нам нужно постоянно выполнять этот full scan запрос, надо переделать таблицу, может быть, нам надо добавить новую column family, или сделать отдельную таблицу специально под этот запрос оптимизированную. Тогда мы будем дублировать данные, но мы получим возможность их выбирать быстрее. Самая прикольная особенность на скане мы можем создавать фильтры. Более того, мы можем объединять эти фильтры в цепочку. А что еще круче, что эти фильтры будут выполнены уже на стороне регион сервера, а не на стороне клиента. То есть в данном случае я говорю, что я хочу получить пользователей, у которых есть мобильный телефон. Для этого я создаю несколько фильтров. Первый фильтр это фильтр по колонке. То есть я говорю примерно следующее. Дай мне пожалуйста всех пользователей, у которых вообще есть колонка mobile. Следующий фильтр. Я хочу отфильтровать, ну красная строка где-то встретилась. Я создаю фильтр value. В принципе суть его такая, что дай мне пожалуйста всех, у кого value не пустое. Not equal и пустота. Дальше мне нужно эти два фильтра объединить, потому что по сути если я вызову первый фильтр, мне вернет всех пользователей, у которых есть колонка mobile, а если я вызову только второй фильтр, мне вернет все данные, неважно mobile или не mobile, где нет пустоты, нет пустой строки. Поэтому я создаю фильтр list и говорю ему поведение must pass all. Это аналог логического и. Есть еще или, то есть must pass one. В зависимости от этого будут выполняться те или иные фильтры и передаю ему те фильтры, которые я создал. за счет того, что я сказал must pass all, эти два фильтра работают в паре. Соответственно, мне вернет пользователь, у которых есть колонка mobile, и при этом она не пустая. Такие не наикрачие API, я бы сказал. Сори, валя, но... Не, ну, не я створю его. Сори, на Java. Такая солидная Java. Давайте поглянемо, чтобы я не... Это не байтный клиент, это не больше живого. Тобто у нас есть no op, это всегда false. Это я сразу скажу. Greater, greater or equal, less, less or equal и not equal. А чисто по перфомансу, ну, что, если ты там не задаешь нормальный range, ну, возьмем там fullscan просто всередине да, да. Тому я и говорю, что нужно так проектовать таблицу, чтобы не было этого fullscana. А если он и есть, то он был очень редко. И он не был нам... Ну, так, на фончике бы выполнялся, и мы никуда не спешим. Ну, выполнится за час. Ну, То есть, такое, может, статистические данные не больше. Не то, что в реалтайме должно работать. Да, но просто выходит так, что данные требуют проектовать за скупом на то, что вы завжди будете знать свои игровые дни. не совсем. Можно, как я показывал, если мы используем широкую таблицу, мы можем использовать, во-первых, можем в части ключа фильтровать по ключу, используя префикс. То есть, мы можем ограничить скан уже десятью записями какими-то и по ним работать. Нет, я на вашем базе вот, знаю, как они купить скан. А. В выходе, что единственный способ купить скан, это запрашивать по ключу. Это знать ключ. Да, да. Або как композит кейст. Або, да. Как вариант. Но заодно знать ключ. Ну, да. В двом полях будешь использовать. А есть вопросы. Да. Если, например, я использую Hive, да, ну, не знаю, что, то, насправде, когда я хочу садить, он транспортует в этот же самый код и так само... Да. Насколько я знаю, что Hive, что Impala, они просто такие, как бы, красивые обертки, но тут ничего нового не придумаешь в любом случае. Те самое на робот. Да, да, да. Просто это красивый SQL, его транслируют в некрасивый API и потом возвращают. Ну, то есть, Hive, по сути, это такая штука, которая узкоспециализированная под какой-то определенный кейс, ну, у вас там, в системе. если нам надо выполнять 100-500 разных операций, там, то, ну, наверное, это не подойдет, потому что, если нам нужно всякую агрегацию и тому подобное, имеет смысл поставить в сторону Impala и HDFS. Она будет быстрее и нормальной работы, чем эта. Но, если нам нужно обслуживать, я не знаю, 10 миллионов сообщений в день от пользователей, то мы можем там создать несколько таблиц и быстро за счет этих таблиц показывать пользователю его сообщения, дать ему возможность переходить по ним и тому подобные вещи. Вот. Ну, окей, вот какие сценарии на тот каунтер? Просто делаешь отдельную таблицу и туда инкремент там бабахаешь. Или даже отдельное поле. Тебе ничего не мешает сделать строку в таблице, обозвать ее каунтер и когда ты каждый раз что вставляешь, дополнительно делать в нее инкремент. Не, ну, а инкременты не будут на кременте, правильно? Нет, нет, нет. Ну, можно... Сейчас я покажу инкремент на клиенте. И пример админ команды. Получаем админ интерфейс. В данном случае я делаю дроп таблицы. Ну, тронкейт таблицы, дроп данных. Я беру, получаю description, сохраняю его себе, сделаю disable таблицы, delay table и создаю таблицу на основе сохраненного description. Зачем нужна эта штука? Потому что у меня есть unit test. Ну, а в unit test как бы вполне удобно почистить после себя таблицу. для чего я писал этот unit test? Для того, чтобы показать, как создавать connection в основном. Ну, и показать, что код работа способен. В данном случае я получаю файл property, который я вам показывал в самом начале. Создаю на его основе configuration. В этот configuration проставляю значение из property файла. Потом говорю connection factory, это уже HBase-овский класс, create connection. Я думаю, что расшарю просто этот код потом на GitHub, вы сможете посмотреть поближе. Создаю таблицу с двумя колом family и дальше гоняю тесты. Сейчас я вийду из presentation mode и запущу тест. Ну, собственно, все работает, это хорошо. Да. Давайте посмотрим на второй класс, который чуть-чуть отличается. Да, ушко. В нем я показываю чуть-чуть другие фишки. Enter presentation mode. Save. Здесь я показываю, как делается save. Нет, не здесь. Собственно, как можно поиграться с wall. Мы создаем put объект. Опять в него добавляем необходимые нам колонки. И у wall есть такая функция, как set durability. Мы можем выставить политику относительно ride-ahead lock. По умолчанию это fsync, то есть мы ждем, наш поток лочится, пока нам не скажут, что wall записался и зареплицировался. Это самый безопасный подход. Мы можем изменить эту политику. Мы можем либо вырубить skip wall. Ну, тогда, понятное дело, если регион север упадет, то мы потеряем часть данных. Либо, как альтернатива, мы можем сказать async wall. Тогда нас никто не держит. Данные в wall будут записаны как можно быстрее, но при этом наш поток записей отпустят. В принципе, это хорошая альтернатива. А там альтернатива едут чуть выше, 5 дня. Еще? А с альтернативой ставят и перед, а его путь? Кстати, да, извиняюсь. Хорошее замечание. А тесты проходят, Тесты проходят, а как он, ну, как бы wall, не wall, то есть, такое. Что еще хотел показать, это работу с инкрементом. Есть операция тамарного инкремента, и, в принципе, мы можем инкрементить, ну, например, храним в данном случае деньги. Деньги мы храним в виде дабла. Ну, мелочь тоже важна. Но инкремент работает только с лонг-полями. Поэтому есть такой, в принципе, трюк, до него не тяжело додуматься, это взять, ввести такой параметр, как точность, в данном случае он равен 100 тысяч. Когда мы инкрементим данные, мы просто то количество денег, которое мы хотим добавить или отнять, мы умножаем на этот параметр precision, приводим к лонгу, таким образом получаем лонг и инкрементим атомарно, что хорошо. Дальше, когда мы хотим считать эти данные, мы просто получаем этот лонг, делим на наш параметр precision и получаем данные с необходимой нам точностью. Такого не полонер будет в продакте? Зависит от того, что, ну, какая точность нужна и что, с чем мы работаем. То есть, это все очень, как сказать, довольно условно. То есть, если, ну, можно точность до 100 тысяч, ну, то есть, 5 знаков после запятой, то почему бы и нет. Там, где я использовал эту штуку, там была удовлетворительная точность до 3 знаков после запятой. И на БК не делал вы зацепленный атомарный? Да, этот атомарный инкремент и такая же RPC call к регион-серверу, просто, ну, по сути, это атомарный такой, ну, как замена пута, то есть, более удобная замена пута, чтобы просто проапдейтить счетчик. Пут перезаписать и check-and-put когда говорилось про одну из переваг широких таблиц, про возможность массивного изменения, то это означало просто переписывание или дописывание его данных? Да, то есть, имеется в виду, что мы, если мы хотим менять одну колонку, ну, она хранит, одну строку, в которой много данных, то мы будем эти изменения в рамках этой строки делать атомарно. Вот это основное преимущество. То есть, если мы, например, храним день транзакции и что-то туда вставляем или меняем, то у нас атомарность на уровне всего дня сохраняется. Честно, не делал, но по сути это все через интерфейс стейбл, команда, есть check and put, check and delay. Да. compare operation это наш select и put operation это то, что надо сделать. убедимся, что все хорошо. Я вам не вру. И под конец я предлагаю поговорить чуть-чуть о перформансе с точки зрения клиента. Первое и основное это то, что нам нужно определять как можно больше составных частей, тех того ключа данных, которые мы хотим получить. Грубо говоря, когда мы определяем column family, мы уменьшаем количество дисковых операций. Так как отдельная column family это отдельные файлы, они будут считаны. Если нам нужна одна column family, то лучше ее указать, чем считывать все три column family и сколько их у нас там есть. Когда мы указываем колонку и версию, мы уменьшаем нагрузку на сеть, поскольку меньше данных гоняется по сети от региона сервера до клиента. Если мы используем сканы, то нам нужно указывать start and row. Таким образом мы уменьшаем количество тех данных, которые процессятся и даем возможность клиенту идти на конкретный регион сервер, а не на все подряд. При использовании скан удобно включать кешинг. Кешинг нам позволяет не ходить за каждой записью отдельно, а брать их пачками. Что касается перформанса на записи. Первое и самое важное это батчи. Мы можем объединить путы в батчи. То есть, если посмотреть на API, есть два типа команды пут, метода пут. Один принимает в себя лист путов, второй просто один объект пут. Когда мы объединяем в батчи, мы уменьшаем количество RPC вызовов, соответственно, уменьшаем нагрузку на сеть. Можно использовать write буфер. Чем хорош write буфер? Тем, что, например, нам очень лень переписывать все на батчи. Мы просто включаем этот write буфер. Переписывать все-таки чуть-чуть придется, но меньше. Тогда клиент начнет собирать у себя в этом буфере команды и отправлять их после, когда буфер заполнится, команды будут отправлены на регион сервер. Но понятное дело, что если клиент вдруг внезапно умрет, то команды мы потеряем. И последнее, с чем можно поиграться, это wall write a head lock. То есть управляя им, мы можем управлять по сути процессом записи. Если мы его игнорируем в write a head lock, у нас запись проходит быстро, потому что мы просто пишем в mem store, в память и все. Если мы говорим, что нам нужен синхронный write a head lock, у нас безопасность, но при этом мы можем проиграть в перформансе. А синхронный write a head lock был презентован не так давно, в HBase 0.98, и в принципе является хорошим балансом между reliability и перформансом. И последние несколько слов. Я надеюсь, что в процессе доклада я заинтересовал многих из вас для использования HBase, или по крайней мере, чтобы его попробовать. Процесс настройки и установки HBase, он в принципе не тривиален, одним ямом стал там не обойтись, поэтому удобно использовать уже готовые настроенные virtual machines, которые дают Cloudera и MapR. это по сути образ, вы его разворачиваете у себя на ноуте под virtual VM и под что-то еще там есть. У вас полностью настроенный environment и вы можете уже пробовать на нем выполнять запросы, играться с данными и смотреть. На этом у меня все. в . Редактор субтитров Корректор